В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнор Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Почти у 50 сотрудников системы образования выявлены ВИЧ-статусы. Среди них не только педагоги, но и другие специалисты. По данным за 2015 год Караганда занимает шестое место среди самых загрязненных городов СНГ. Что делать и как выходить из ситуации? К сожалению, сейчас бюджетное законодательство устроено так, что область зависит от получения денег за загрязнение. Чем больше загрязнения, тем больше область получит денег. В Карагандинской области найдены новые месторождения меди. Которые подлежат переселению у нас, по данным геологов, порядка 5,5 миллионов тонн медседержащих. Это большой объем. 47 случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано среди сотрудников системы образования Карагандинской области. Такие цифры озвучили в СПИД-центре. Статистика по заболеваемости ВИЧ-инфекции в регионе остается напряженной. Около 4,5 тысяч ВИЧ-положительных людей и 920 больных СПИДа. В числе зараженных есть и дети. 51 ребенок. Изменился и социальный портрет человека, живущего с ВИЧ. Если раньше ВИЧ-инфекцией заражалась уязвимая группа населения, наркопотребители, осужденные, работницы секса, то сегодня 47 случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано и в системе образования. При этом возраст заболевших колеблется от 20 до 50 лет и основной путь передачи – половой. Также на учете в областном центре по профилактике и борьбе со СПИД состоят врачи, полицейские, бизнесмены и даже чиновники. 47 человек – это кумулятивно. То есть с начала регистрации с 1990 года по сегодняшний день, это попроще всего, в течение 26 лет нами было зарегистрировано 47 человек. Из них длинную долю составляют люди, которые работают в административно-хозяйственной части, а не сами педагоги, учителя или воспитатели. В Карагандинской области – одна из самых грязных экологий. Крупнейшие промышленные предприятия выбрасывают в атмосферу сотни тысяч тонн отходов. Экология в промышленном карагандинском регионе находится на грани бедствия. По данным статистики, Цимиртау, Балхаш и Караганда занимают 4, 5 и 6 места среди самых загрязненных городов СНГ. Ежегодно правительство вкладывает огромные средства в развитие медицины и практически забывает о том, что проблему надо решать не устранением последствий, а устранением причин. Однако экологических проблем, несмотря на попытки поворота в сторону зеленой экономики, в Казахстане меньше не становится. Дело в том, что денег собирается очень много для этих целей. Это так называемые платежи за загрязнение окружающей среды. Все предприятия, которые что-то производят, они оплачивают деньги государству за то, что расположили отходы, выбросили что-то в воздух, в воду. И таких денег в Карагандинской области, я не знаю точную цифру за прошлый год, но порядка 12-13-14 миллиардов собираются. На природоохранные мероприятия выделяется порядка 100-200 миллионов. То есть доли 1% собирают для защиты окружающей среды, но потом оказывается, что надо дорогу построить, надо театр отремонтировать, надо праздник провести. Все надо и никогда не хватает. В Карагандинской области уже установлена сильная корреляционная зависимость показателей заболеваемости населения от превышающих предельно допустимую концентрацию вредных веществ в атмосферном воздухе. По данным Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Карагандинской области, В городе Тимиртау методом корреляционного анализа определено наличие зависимости заболеваемости у людей от загрязнения атмосферного воздуха химическими веществами, превышающими предельно допустимые концентрации. На сегодняшний день многие отрасли промышленности не только производят различную продукцию, но и интенсивно загрязняют окружающую среду. Загрязнение влияет на здоровье людей, наших людей. В первую очередь мы погубили не только природу, но и самих себя. Мы не думаем о будущем поколении, почему-то мы забыли о них. Стационарные источники загрязнения, расположенные в Карагандинской области, выбрасывают в атмосферу более 800 тысяч тонн отходов в год, что составляет более 30% всех выбросов в республике. Соответственно, уровень заболеваемости раком, болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем в регионе предельно высок. Многие районы уже сейчас испытывают дефицит воды. Сложная экологическая обстановка усугубляется и неудовлетворительным состоянием очистки промышленных и хозяйственно-бытовых стоков, которые приводят к загрязнению поверхностных водоемов. По результатам исследований Карагандинского центра по метеорологии, основные водные источники области реки Нура, Сары-Сушу, Робай-Нура, Сокыр и другие характеризуются повышенным содержанием нефтепродуктов, фенолов, нитритов и органических веществ. Асель Сазымбаева, Жексулок, Нуртай, Олжас, Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. 5,5 миллионов тонн медной руды обнаружено в Жасказганском регионе. В основном месторождение находится на территории неперспективных сел. Переселения жителей скоро начнутся. Глава региона призвал чиновников подойти креативно к выработке металла. Об этом он заявил в ходе рабочего визита в Садпаев и Жасказган по проверке готовности социально значимых объектов. Аким области в городе Садпаев посетил строящийся 6-й микрорайон. Здесь будет возведено 40 домов на 1947 квартир. После сдачи в эксплуатацию сюда переселят жители неперспективных поселков Весовая, Крестовский, Перевалка. На подведение инженерных сетей еще к 9 новым домам выделены 6,5 миллиардов тенге из республиканского бюджета. Под теми поселками, которые подлежат переселению, у нас по данным геологов порядка 5,5 миллионов тонн медсодержащих групп находится. Это большой объем, который надо вовлечь в переработку. На сегодняшний день строительство домов практически завершается. Проводится заливка входных групп. Ведутся подготовительные работы и закуп материалов для развития и обустройства инженерно-коммуникационной инфраструктуры нового микрорайона. Количество рабочих на стройплощадке возросло почти в три раза и составило 700 человек. Аким области отметил, что на стройках работают в основном местные жители. Также он ознакомился со строительством новой средней школы на 600 ученических мест. И посетил несколько объектов торгово-развлекательных центров, салонов красоты и оздоровительных центров ЖЭС Казгана, которым была оказана государственная поддержка. Самый большой строительный комплекс у нас здесь, даже не в Караганде. Поэтому внимание стройплощадки и строительным организациям у нас будет здесь повыше. Чаще будем встречаться, чаще будем наведываться. В завершении поездки Нурмухамбет Абдебеков встретился с местными предпринимателями и обсудил механизмы государственной поддержки бизнеса. А имам-лина Исламбек Успан Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal. Galvin. Hercules. Galvin. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. О новшествах и поправках в Трудовом кодексе Республики Казахстан рассказали сотрудникам ТО Сарарка Энерджи. Перемены, в частности, касаются вопросов о регулировании материальной ответственности и увольнении работников. Всем присутствующим на семинаре рассказывали о правах и обязанностях как работникам, так и работодателям. И об административной ответственности за несоблюдение норм трудового законодательства. Новое трудовое законодательство, оно как бы ущемлять прав работников не будет. Она как бы создана для улучшения работы, для того, чтобы работа была более продуктивной. Остались в прежнем размере коэффициенты оплаты труда в сверхурочные часы, выходные и праздничные дни. Статья 51 нового трудового кодекса гласит, что работодатель может уволить работника в случае снижения объема производства выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекшего ухудшение экономического состояния организации. Но при этом экономическое состояние предпринимателя – это налоговая тайна. Доступа к ней у работника и представителей профсоюзов нет. Спасибо большое госинспекции, которая всю нам информацию предоставила. Она была очень полезна для нас. Теперь мы знаем намного больше в этой сфере. Все это делается ради того, чтобы защитить права работников, чтобы работники знали, во-первых, свои права и могли их, как сказать, защитить. Поправки в законодательстве дают большую свободу работодателю. Работнику теперь сложнее отстаивать свои права. А сердце Зымбаева – это леген Рашидов Александр Царикидзе, 1-й Карагандинский. Очередное ЧП в поселке Южный Абайского района. Трое добытчиков металлолома насмерть отравились парами сероводорода, один госпитализирован. Трагедия произошла во время попытки разобрать канализационные трубы в одном из заброшенных колодцев. Мужчинам стало плохо в колодце на глубине 5 метров. Выбрался оттуда только один. Он самостоятельно выполз из люка и обратился в больницу. Погибшим было 27-30 лет. В ДЧС сообщили, что их тела уже извлечены. Проводится расследование. 76-го года рождения, 14 апреля, в 18.10 поступил, получается, в тяжелом состоянии поступил, у отравления парами сероводорода. Сейчас его состояние стабильное, улучшилось. Он находится в хирургическом отделении, в палате. Проводится инфузионная терапия, гормональная терапия, противошоковые, антибиотики, витамины и так далее. Сейчас состояние стабильное, он еще будет находиться в больнице. Продолжаем выпуск. Уровень использования государственного языка в госорганах составляет 89%. Такую статистику озвучили сотрудники городского отдела культуры и развития языков. Но, несмотря на привезенные факты, казахский язык остается на уровне перевода с русского. Специалисты объясняют это тем, что руководители не требовательны к своим подчиненным. Не секрет, что в деловых переписках и документах госорганов часто встречаются стилистические и грамматические ошибки. Для решения этой проблемы работники отдела развития культуры и языков готовы оказать методическую помощь. Они проводят круглые столы и приглашают туда делопроизводителей. На сегодняшнем заседании присутствовали около 60 специалистов. Участники познакомились с новыми терминами и освоили секреты ведения документации. Также они смогли получить ответы на волнующие их вопросы. Сегодняшняя проблема, которая нас волнует, это в основном государственный язык стал языком перевода. Поэтому данные вопросы мы всегда рассматриваем на таких совещаниях. Сегодня у нас принимают участие и оказывают методическую помощь с управлением и развития языков Карганинской области, управлением культурой и архивов, которые нам методическое, и центр обучения языков. Несколько лет назад молодежь Казахстана решила придумать свой день влюбленных и назвать этот праздник в честь классической легенды о любви Козы Горпеш и Баян Сулу. Вот и в этот раз библиотеки имени Гоголя поздравили влюбленных, для них читали стихи о любви и выступили местные эстрадные певцы. Молодые люди встречались всего лишь год. Они не стали долго тянуть и присматриваться друг к другу. Огонь любви вспыхнул сразу. К сожалению, молодежь не празднует праздник Козы Горпеш и Баян Сулу. Наверное, они не знают или не считают это современным. У нас, например, на сегодня запланированы прогулки и романтический вечер. Мы решили узнать, насколько молодежь знает про этот день. Как выяснилось, молодые карагандинцы знают об этом празднике, но отмечать его не хотят. В библиотеке Гоголя решили пропагандировать эту дату. Многие продолжают относиться скептически к празднованию Дня Святого Валентина. Хотя он пользуется большой популярностью во многих странах мира. Но нашей молодежи был предложен свой праздник с национальным колоритом и со своими истоками. Только пока этот праздник не стал массовым. Лариса Хусейнова, Сламбек Успан, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Карагандинцы завоевали пять медалей на чемпионате Республики Казахстан по настольному теннису среди пара олимпийцев. Члены общественного объединения инвалидов Жан Дос уже не в первый раз принимают участие в соревнованиях. Вчера победители вернулись из Шымкента, где проходил чемпионат. Федор Старыгин получил травму еще в студенческие годы. Пару лет назад он случайно узнал про общественное объединение инвалидов Жан Дос. Пришел, начал играть настольный теннис и ему понравилось. На протяжении трех лет Федор занимается этим видом спорта. Работает заместителем директора предприятия ТО «Инвалид Корпорейшн Жан Дос». В общем, ведет активную жизнь. Начал заниматься спонтанно, нечаянно. Я очень рад, сожалею, что что-то поздновато это было. Приехал делать инвалидность и по ходу мне подсказали телефон. Встретился, пообщались. Сожалею, что раньше этого не получилось, но все замечательно. В 2009 году по инициативе Дархана Телемисова было создано общественное объединение инвалидов города Караганды Жан Дос. Люди с нарушением опорно-двигательного аппарата могут вступить в ряды спортсменов. Там их всегда ждут, говорит учредитель объединения Сырым Агубаев. Вообще вся деятельность и все, что мы сегодня хотим сказать, мы хотим, чтобы лица с инвалидностью, именно лица с нарушением опорно-двигательных функций аппарата, понимали, увидели этих людей и на примере этих людей поняли, что жизнь на этом не остановилась, что необходимо выходить в свет, получать социум. Мы рады их видеть. Ежегодный чемпионат Республики Казахстан среди паралимпийцев по настольному теннису прошел в Шемкенте. Всего было 13 команд, а это 96 спортсменов. То, что ставил перед собой план, по плану, план выполнили мы. Но соперники сильные. С каждым годом растет у всех спортсменов мастерство. Многие мастера спорта, есть международный класс спортсменов. Караганду представили 6 спортсменов. Они показали неплохие результаты. Копилка наград пополнилась пятью медалями. Одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми. В общекомандном зачете карагандинцы заняли восьмое место, а в лично командном первое. Тренеры довольны результатами, а сами спортсмены готовы упорно трудиться дальше и добиваться высших результатов. Лариса Хусейнова, Жекслой Кнуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Многих людей беспокоит лишний вес. В клинике Гиппократ провели день открытых дверей и рассказали, как за короткое время без труда избавиться от лишних килограммов и при этом не навредить здоровью. Лариса Хусейнова с подробностями. Нушлан Адамбаев за несколько лет набрал лишние килограммы. Из-за этого резко ухудшилось здоровье, повысилось давление, начались проблемы с сердцем. Раньше на диете они сидели вместе с женой, но после прекращения диеты килограммы вновь возвращались. Нушлан Кобленович пять лет назад весил 80 килограмм, а сейчас 97. Надеясь на программу «Метаболик Баланс», он планирует похудеть до 75 килограмм. Специалист проконсультировала семейную пару. Участвовать в программе они планируют вдвоем. Врач на консультации рассказал мне, что «Метаболик Баланс» – это не диета какая-нибудь, которую я раньше делал, это образ жизни. Надо дать анализы крови, и там, значит, по данным анализа крови будет назначать режим питания, фазы, три фазы питания, вот это вот все. Ну, мне все это понравилось, но в связи с тем, что я уезжаю через неделю, поэтому я решил приступать к «Метаболик Балансу» где-то в конце сентября месяца. Хочу попробовать снять лишний вес, а также оздоровить свой организм. Менеджер «Метаболик Баланс» в Казахстане, она же руководитель клуба «Здорово и модно» Айку Айбиль рассказала о результатах похудения. В первую очередь программа разработана для больных с сахарным диабетом второго типа и для больных ожирением. Более ста карагандинцев уже прошли программу, в том числе это были медицинские работники. С профессиональной точки зрения они оценили программу по достоинству. Излишние килограммы – это не единственная проблема. Для тех, кто хочет прибавить весе, тоже существует специальная программа. С 2013 года компания «Гиппократ» заключила договор с немецкой компанией «Метаболик Баланс». Мы являемся официальными и пока единственными представителями в Казахстане этой компании. Компания, которая занимается снижением веса и оздоровлением организма. Само название «Метаболик Баланс» говорит о том, что это программа, которая работает для восстановления обменных процессов, метаболических процессов. В акции со своими продуктами приняла участие компания «Амрон». Все желающие могли измерить свое давление и узнать точный вес. В течение 10 дней действует скидка на анализы для тех, кто хочет присоединиться к группе снижения веса. Программа похудения «Метаболик Баланс» рассчитана от 6 месяцев до года. Начинается она с анализа крови, мочей и разведки состояния здоровья и пищевых привычек. На основе результатов составляется индивидуальный план питания и фитнес-программа, подходящая для веса, роста и физической активности. Цель метаболического баланса – это не только похудение, но и регуляция процесса пищеварения и работы всего организма. Преимущество «Метаболик Баланс» – это отсутствие всяких биологических добавок, таблеток, кодировок и гипноза, только здоровое и полноценное питание. Клиника «Гиппократ» дает стопроцентную гарантию возврата денег при отсутствии результата. Лариса Хусейнова, Сламбеку Спан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, приятных вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин